О коронавирусе и транспортной проблеме. Никакого занижения, никакого скрытия реальных данных нет. Ещё раз говорю, нам жить и работать. Айдар Мешин провёл традиционную встречу с журналистами. Новый год в новой квартире. Год, поехали в квартиру. На Тобеево заселили ещё один дом. Как не заскучать на каникулах? Ну что, дети, вроде классно провели время. Мы расскажем, как провести время с пользой. Символ труда и успеха. Крестьянин раньше как бы работал с быками. Что несёт год белого быка? Счастливых детей стало больше. Спасибо! Дед Мороз Интер привёз подарки в Балкыш и Весту. Поступок от которого тепло на душе. Чтобы досталось больше всем. Мальчик отдал свой подарок нуждающимся. На телеканале НТР праздничный выпуск новостей. Сегодня говорим только о хорошем. Студия Алмас Кашаев, здравствуйте. Откровенный разговор с мэром города. Сегодня состоялась традиционная встреча журналистов с Айдаром Мешином. Говорили обо всём, что сейчас волнует нижнекамцев. Транспортная реформа, коронавирусная статистика, планы на будущее. Были личные вопросы одним из участников пресс-конференции. Стал наш корреспондент Александр Халин. Всем добрый день, здравствуйте. Традиционная пресс-конференция Айдара Мешина в этом году прошла в центре Камский Артек. Исторический момент из-за пандемии. Большинство представителей СМИ участвовали во встрече в режиме видеоконференции. Открыл разговор с мэром вопрос главного редактора газеты «Нижнекамская правда» Натальи Лушниковой. Касался он COVID-19. А точнее, не занижается ли статистика заболеваемости. Никакого занижения, никакого скрытия реальных данных нет. Ещё раз говорю, нам жить и работать, от кого прятаться или чего, это не нужно. Поэтому, если бы это влияло, знаете, на это, скажем, на результат, ради чего, мне вот, ведь всегда ради чего что-то делается. Несмотря на все сложности, в Нижнекамске будет продолжаться реализация различных проектов. Самым крупным станет второй этап строительства экопарка. А вот главной задачей на следующий год Айдар Меджин назвал решение транспортной проблемы. Среди успехов в 2020 году городоначальник отметил реконструкцию дамбы. Начало работ на свалке у села Прости и ремонт дороги на улице Шинников. Спросили у мэра и про личную жизнь. Айдар Меджин признался, стал реже посещать спортзал. Я считаю вообще неправильным, что сейчас работают наши фитнес-клубы. Неправильно. Хотя Роспотреб это не запрещает. При использовании масок, но даже это не делает комфортным занятие. Поэтому не могу похвастаться. И очень хотел бы, чтобы мы вернулись в залы. И в закрытые залы, чтобы у нас не было в этом смысле ограничений. Подводя итоги года, Айдар Меджин сказал, Нижнекамск смог выстоять в тяжелые периоды пандемии. Практически ни в одной из ключевых отраслей провалов не было. Следующий год тоже будет непростым, но главное есть уверенность в завтрашнем дне. Александр Халин, Булат Абдульманов, Новости НТР. Во время пресс-конференции Айдар Мершин еще раз поздравил с юбилеем медиахолдинг НТР. Напомним, в этом году наш телеканал отметил 25-летие. Градоначальник высоко оценил организацию праздника, проведенные мастер-классы. В те дни в наш город набраться опыта и поделиться им приехали журналисты со всей республики. На карте Нижнекамска появился новый адрес. Сегодня прошло заселение дома Табеева 39. Ключи от квартиры получили 120 нижнекамцев. Новоселами стали не только бюджетники и работники градообразующих предприятий, но и герои этого года – врачи. Ну что, в новый дом? Законите. Радость переполняет. Эту квартиру семья Гатиных ждала целый год. В трешке места хватит всем. Сыну и дочке по отдельной комнате, заявил глава семейства. Переезд решили не откладывать, начнут уже завтра. И 21-й год обязательно встретят в новой квартире. Мы сейчас живем у друзей, так скажем, на квартире. Мы жили раньше на комнатной квартире, мы ее продали, внесли как первоначальный платеж и вот заехали в квартиру. Фу, прям волнуюсь, короче. Три подъезда, 120 квартир. В этой многоэтажке они исключительно двух- и трехкомнатные. Рядом детский сад и школа. Новоселам повезло и не только с районом, но и с соседями. Совсем скоро на Тобеево 39 закипит жизнь. Здесь, в этой новостройке, будут проживать работники градообразующих предприятий, бюджетные сферы, молодые семьи и врачи-грантополучатели. Грант для врачей составляет 800 тысяч рублей. В этом году их получили 10 молодых специалистов, которые приехали работать в наш город. Двое из которых трудятся в центральной районной больнице, остальные в детской. Поздравляю вас. Всего же в этом году в Нижнекамске заселили 7 домов. В следующем программу социальной ипотеки обязательно продолжат. Вера Муратова, Марсель Джураев, Новости НТР. Если вам известна какая-либо интересная информация, важная новость или анонс предстоящего события, сообщите нам об этом по номеру 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Впереди длинные каникулы, время для семейного и индивидуального отдыха. Тем не менее, важно всегда помнить о безопасности. Экстренные службы даже в празднике на посту. Это пожарные врачи, полицейские. О том, как они будут работать в период длинных выходных, расскажет Светлана Шумкова. До Нового года остается совсем немного времени. И тут главное не просто встретить наступающий год быка весело, но сделать это по всем правилам безопасности. Конечно же, ни один Новый год не проходит без всеми любимых хлопушек и петард. Например, эти мы купили в специальном магазине. Они полностью сертифицированы. Ну а теперь мы проверим их в действии. Покупать пиротехнические изделия можно только в специальных магазинах. Далее изучаем инструкцию, устанавливаем, поджигаем фитиль и отбегаем на безопасное расстояние. Радуемся и получаем удовольствие. Кстати, с 20 декабря и до окончания каникул сотрудники МЧС будут проводить рейды по местам продаж пиротехники и использование ее на елочных городках, чего делать никак нельзя. Использовать петарды и салюты можно только на разрешенных площадках. Напротив Химиков 86 возле Магнита на Южно и возле Батыра. Дежурить пожарные будут, естественно, 31 декабря и все последующие праздники. От автомобильных дород, от объектов экономики, от детских садов, зданий, сооружений. Соответственно, есть расстояние соблюдается и запуск пиротехники. То есть площадка оборудована, где можно пускать пиротехнику, которая исключит возникновение пожара. На боевом посту останутся и врачи. 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 10 января поликлиники номер 1 и номер 2 работают с 8 до 15.00. Прием будут вести дежурные терапевты. Вызвать врача на дом в эти дни можно с 8 до 10 часов утра. 3, 6 и 9 января поликлиники будут принимать пациентов с 8 утра и до 18.00. Обе детские поликлиники будут работать 31 декабря. Дежурный врач принимает с 8 до 14.00. 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 10 января вызвать дежурного врача можно с 8.00 до 13.00. 3 января рабочий день по расписанию понедельника. А вот 6 и 9 января рабочие дни с 8.00 до 18 часов вечера. В праздничные дни узкие специалисты прием вести не будут. Если у ребенка поднялась температура в вечернее время, необходимо обратиться в приемный покой инфекционного отделения. А вот стоматологическая поликлиника будет работать все праздничные дни. Трампунг же работает круглосуточно. Ковид-госпиталь в праздничные дни будет доступен 3 и 8 января с половины второго до 5 часов вечера. А вот в женской консультации 2 и 5 января с 8.00 до 2 часов дня принимаются только экстренные пациенты. Очень хочется в преддверии Нового года пожелать вам всем счастья, успехов, процветания, всего-всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, здоровья. Здоровье всегда во все времена было самым важным, что было у нас и что можно беречь, как говорится. Но в наше непостое время это приобрело дополнительный смысл. Поэтому берегите себя, берегите своих близких, соблюдайте нехитрые правила безопасности, которые сейчас нужно соблюдать. Ношение масок, обработка рук и дистанцирование. И поверьте, эти простые правила, они действительно помогают сохранить здоровье. На страже порядка остаются и полицейские. Ежедневно они будут дежурить на елочных городках и в других местах массового скопления людей. Инспекторы ГИБДД также ежедневно будут следить за поведением водителей на дорогах. Тем более, что в праздничные дни остаются те автолюбители, которые могут сесть за руль в нетрезвом виде. Мы же желаем вам здоровья и радости в Новом году. И провести эти каникулы без происшествий. Светлана Шумкова, Фахри, Исламов, Новости НТР. Чем заняться и куда сходить? Возможно, один из самых главных вопросов в период новогодних каникулов. Александр Халин вместе с сыновьями выбрался на городские площадки и наглядно продемонстрировал, как весело и с пользой провести время. Новогодние праздники – лучшее время для семейного отдыха. В зимние каникулы в городе будет организовано масса мероприятий. Сегодня я и мои сыновья Артур и Артемий покажем, как можно провести время на свежем воздухе активно и с пользой. Начать мы решили с катания на горках. Беспроигрышный вариант. Здесь всегда весело. Ледянке, тюбинге подойдет все. Можно кататься по одному или в паре взрослым. Тоже не помешает вспомнить детство, что, собственно, я и сделал. Ну что, классно покатались. Предлагаю немножко согреться и прокатиться на новогоднем трамвае. Мы за. Каждого пассажира здесь встречает Дед Мороз и Снегурочка. Добрый волшебник дарит конфеты и заряжает новогодним настроением. Следует трамвай по второму маршруту. Так весело с музыкой мы и доехали до парка «Семья». Массовое катание и еще одна любимая зимняя забава. Нет коньков, не проблема. Можно взять на прокат. Если не умеете, возьмите с собой того, кто на льду держится уверенно. При желании научиться можно очень быстро. Ну что, дети, вроде классно провели время. Как тебе, Артур? Вообще круто. Давно так не катались. Тем, куда отправимся дальше? К Волку. Едем к Волку. Сказано, сделано. В нефтехим-арене всегда рады гостям. Добродушный Волк никогда не откажет фотографии. Кстати, в зимние каникулы наш нефтехимик проведет две домашние встречи. Отличный повод сгонять на хоккей, что мы обязательно и сделаем. Вот так вот классно мы провели сегодняшний день. Но это лишь малая часть. Так, в зимние каникулы спектакли будут организованы в Театре юного зрителя, в Татарском драматическом театре будут работать кинотеатры и различные кафе. Правда, при их посещении не забудьте соблюдать масочный режим и требования Роспотребнадзора. Александр Халин, Булат Абдульманов, Новости НТР. Новый 2021 год пройдет под знаком белого металлического быка. Символ благородства, мудрости и решительности. После Высокосного года он подарит спокойствие и стабильность во всех сферах жизни. Такой прогноз сделали астрологи, согласны с ним и животноводы Нижнекамского района, которые с быками имеют дело уже не один год. В загон к быкам Дед Мороз заходить не спешит. Держится за забором. Цвет шубы красный, а это главный раздражитель для быка. С быком шутки плохи, но не поцеловать символ наступающего года Дедушка Мороз просто не мог. И сделать селфи, конечно, дань современным трендам. Бычок, правда, не металлический и мясной. Гордость районных фермеров. Альфред Нигмадзянов, главный в администрации по сельскому хозяйству, тоже написал Деду Морозу письмо. У фермеров свои желания, но вслух их не произносят. 2020 год хоть и был, для большинства людей непростым, для животноводов оказался успешным. В Нижнекамском районе насчитывается более 5000 голов крупнорогатого скота. Из них чуть меньше половины быки. Крестьянин раньше работал с быками. Это тяговая сила была. В нем пахали, в нем сеяли, возили корма. Поэтому, дай бог, чтобы именно 2021 год для сельчан таким же был успешным. В трудолюбивом. Дай бог всем здоровья, счастья и благополучия. Гороскопы полностью солидарны с фермерами. Год под знаком белого металлического быка. Время труда, успеха и карьерного роста. Удача ждет честных, порядочных и уверенных в себе людей. Поэтому талисман с бычком на вашем рабочем месте или дома будет только кстати. Это хорошая идея для подарка. Астрологи рекомендуют преподносить в дар что-либо, связанное с домом, уютом. Например, мужчинам строительный инструмент, дамам посуду или постельное белье. Благородный символ, который непременно встряхнет невзгоды былых неудачей. В этот год белого металлического быка у всех все обязательно получится. Смотрите наши новости в социальных сетях. В группе НТР ВКонтакте в 19.00 начинается прямая трансляция. Попасть на одну из наших страничек можно через QR-код, который сейчас виден на ваших экранах. И еще больше новостей на сайте ntr-defis24.ru. Там можно смотреть наш канал круглосуточно. Акция «Стань Деда Морозом» завершается. В преддверии Нового года добрый волшебник и Снегурочка вместе посетили детский приют «Балкыш» и Центр социальной помощи «Веста». Глядя на радость, которую не скрывают дети, получая подарки, понимаешь, все это было не зря. Традиционный хоровод и стихотворение, специально выученное к приходу Деда Мороза. Воспитанники приюта «Балкыш» волшебника очень ждали. В период пандемии, когда отменены традиционные новогодние елки, праздник проводили на свежем воздухе. Но это его не испортило. Белой снежную зимою, новогоднюю порою, к нам приходят чудеса. С ними елочка краса. Мешок Деду Морозу помогли собирать заботливые нижникамцы. Очень старались. В пакетах все то, о чем мечтали дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Бумерангам, неравнодушным горожанам вернулись звонкий смех и слова благодарности. Я хочу дать пожелание, чтобы все люди не болели, чтобы весь коронавирус прошел, и чтобы все были здоровы и хорошо питались. Чтобы были здоровы, были сильными, ели нормально и бегали. Подарки, подготовленные предприятиями, организациями, горожанами, были сформированы по возрастам. Конструкторы, коньки, одежда, развивающие игры и сладости были доставлены счастливым адресатом, Дедом Морозом и Снегурочкой. Наши ребятишки сегодня приняли от вас, наши дорогие нижникамцы, подарки, которые они очень ждали. Для них это на самом деле очень всегда ценно. Для них это всегда какая-то мечта, которая превращается, которая сбывается. Заряд положительных эмоций получили и подопечные Центра социальной помощи семье и детям Веста. Нижникамцы, остро нуждающиеся в поддержке и новогоднем настроении, побывали на празднике и не остались без подарков. Спасибо огромное за ваше внимание, чтобы детей в такой праздник не оставили без внимания. Спасибо огромное. В преддверии праздника подарочные наборы получили не только дети. С праздничным визитом наши персонажи посетили Дом ветеранов. Получилась очень душевная встреча с самыми искренними эмоциями. Дай Бог всем здоровья. Еще не забывайте нас. Дай Бог всем-всем здоровья. Я все говорю не только нашему городу, всему миру дай Бог здоровья. Все страдают. С каждым годом акция «Стань Дедом Морозом» становится масштабнее, а это значит больше добра и новогоднего чуда. Несмотря на тяжелый для всех год, люди не остаются равнодушными к тем, кому остро необходима помощь, к тем, кто в ней нуждается больше остальных. И если этот мир придется спасать, то это непременно сделает добро. Вера Вирс, Фахри Исламов, Новости НТР. Чтобы делать чудеса, не обязательно быть Дедом Морозом. Достаточно иметь искреннее желание помогать и доброе сердце, такое, как у 10-летнего Игоря Гриценко. Полученные на день рождения деньги мальчик решил не тратить, а опустить на благое дело. Купил новогодний подарок воспитанникам детского дома и животным из приюта. Игорь совсем недавно отметил свой первый небольшой юбилей – 10 лет. Друзья подарили мальчику деньги, так как ребенок очень мечтает о самокате. Но распорядиться деньгами Игорь решил по-другому. Ребенок купил на них подарки воспитанникам детского дома и корм животным из приюта. Мама предложила мне два больших подарка, но я захотел 10 маленьких, чтобы досталось больше всем. Узнав о решении сына, Оксана Гриценко только поддержала его. Игорь всегда отличался добрым характером и милосердием, рассказывает женщина. Вместе они поехали в магазин и выбрали подарки и корм. Самое лучшее наследство – это воспитание. А вообще у нас семья, она такая социально ответственная. Мы любим участвовать в различных мероприятиях. Если мы строим горку, то строим всей семьей. Если мы ходим на футбол, то тоже болеем всей семьей. И сказать, что это была какая-то разовая акция, разовый порыв – нет. Вообще у нас в семье принято помогать другим людям. А в жизни Игорь – обычный мальчишка. Играет в футбол, прилежно учится и помогает старшим. У меня есть кошка, ее зовут Нюша. У нее нет никаких проблем со здоровьем. Она живет в тепле, в удобстве. Когда она хочет, тогда и ест. А вот тем, которые бездомные, собаки и кошки в приюте, которые им, они живут на холоде. И когда они хотят есть, они не едят. А еще Игорь мечтает однажды завести собаку. Но это в будущем. Сейчас мальчик собирается заниматься благотворительностью, помогать слабым и беззащитным. Недавно благородным поступком заинтересовалось московское телевидение. Так что скоро историю нижнекамского школьника покажут и по федеральному каналу. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Сегодня группой «Татнефть» был подписан один из главных документов года, который устанавливает принципы сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном. Это позволит шинному бизнесу «Кама Тайрс» укрепить позиции в отрасли и выйти на новые рынки. Совместными усилиями рассчитываем создать новое экологичное производство, более 1100 высокотехнологичных рабочих мест. И это не только в шинной промышленности. Наш проект окажет и членом физический эффект, и на все смежные отрасли экономики Казахстана. Реализация проекта между шинным бизнесом «Татнефть» и группой компании «Алюр» начнется уже этой весной. В Казахстане приступят к строительству единственного завода по выпуску легковых, легкогрузовых и грузовых шин. Базироваться он будет в городе Сараник Аргандинской области. Сегодня мы подписываем соглашение, подтверждающее создание благоприятного инвестиционного климата и защиту прав и интересов инвесторов в республике Казахстан. Уверен, что это станет стимулом для дальнейшего крупномасштабного стратегического уплотненства и в других областях. Подписи под договором сотрудничества поставили представители «Татнефти» и Казахстана в онлайн-режиме. Со стороны шинного бизнеса документ подписала директор управляющей компании «Татнефть» нефтехим Гюзель Хабуддинова. Абсолютно убежден, что у нас непременно все получится. С такими солидными партнерами, которые знают, как нужно организовать данные производства с нашими коллегами из Братского Татарстана. Татарстанские шины уже присутствуют в Казахстане, где бренд «Кама» и «Виати» занимают порядка 20% рынка. Запустить новое шинопроизводство планируют в ноябре 2022 года. Предприятие будет выпускать 3 миллиона легковых и легкогрузовых шин и 500 тысяч грузовых шин цельной металлокурной конструкции в год. Какой он нижнекамский Дед Мороз? Для каждого свой. Если поразмышлять, то наверняка педагоги скажут, что он образованный, врачи, здоровый, полицейский, смелый. Но самое искреннее описание новогоднего волшебника можно услышать от детей, ведь для них он настоящий. Снеговики, принцессы, медвежата, зайчики, лисички спешат на свой новогодний праздник. Танцуют, читают стихи, поют песни на английском. Традиционно воспитанники 75-го детского сада показывают на утреннике все, чему научились за этот год. Но самое главное, ребята ждут встречи с Дедом Морозом. Для них он самый настоящий новогодний волшебник. Говорить про него могут долго. Для одного здоровья приносит всем подарки. Он хороший, мудрый, добрый. Он очень добрый и дает всем подарки. Он приходит и дает подарки. Он сильный, у него белая борода. Приехал из лета Нижнекамского, чтобы поздравить вас всех, пожелать всем здоровья, нижнекамцам, счастья в следующем году. Дед Мороз пришел не с пустыми руками. Все детсадовцы Нижнекамска, а это 17,5 тысяч детей, уже традиционно получили от него сладкие подарки. Нижнекамский Дед Мороз, это, наверное, самый добрый Дед Мороз, позитивный, потому что он приходит каждый год в детский сад. И не только к детям, но и к взрослым, но еще это многонациональный Дед Мороз. Он разговаривает на всех языках, на каких разговаривает наши детские. И всем желаю всегда крепкого здоровья, счастья, удачи, приносит много родов. Все детсадовцы загадали желанием, чтобы мамы и папы вновь могли присутствовать на утренниках. В этом году новогодние праздники в дошкольных учреждениях впервые прошли без родителей. Анастасия Шакирова, Фахарий Сламов, Новости НТР. Это последний выпуск новостей в этом году, но еще не финал. Завтра состоится прямая связь с Айдаром Медшином. Практически весь месяц мы принимали ваши вопросы. Их накопилось сотни, кроме злободневных тем о состоянии дорог и движении транспорта. В этом году людей беспокоили проблемы с вывозом мусора и банкротством Триумф НК. Начало эфира в 6 часов вечера. А 31 декабря смотрите на НТР24, праздничный новогодний канал. Мы вспомним, каким был этот год в Нижнекамске. Вместе поблагодарим врачей и расскажем, как они продолжают бороться с коронавирусом. Покажем, как проходила благотворительная акция НТР «Стань Дедом Морозом». Вера Вирц и Александр Халин сделают итоговый спортивный обзор. Начало новогоднего канала в 18.00. Не пропустите. Сразу после рекламы прогноз погоды. Ну и традиционно наши контакты, по которым можно связаться с редакцией. Это телефон 40 07 70 с помощью сайта НТР-дефиз24.ру или через мессенджер в отца по номеру 8 917 93 73 077. Медиахолдинг НТР поздравляет всех наших телезрителей с наступающим Новым Годом. Всем всего самого наилучшего. До свидания. Администрация ООО «Рыночный комплекс» и «Аметист НКЦ» поздравляет вас с наступающим Новым Годом. Все праздничные дни рынки работают без выходных, кроме 1 и 2 января. Желаем счастья. Я популярный. Я надежный. Я привлекательный. Я совершенно новый кроссовер «Черри». Убедись лично. Только у официального дилера «Черри» ОКОС «Челны». Незамедилово 5 20 33 20. В среду 30 декабря в Нижнекамске пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха дню минус 12 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. В четверг ожидается незначительное потепление. Субтитры предоставил DimaTorzok